Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. Это поднять людям настроение. И я им говорю, смотрите, вот есть настрои, хорошие настрои, есть хорошие, значит, как бы сказать, фразы, внушения, поднятие настроения. И я стараюсь своим, значит, посетителям канала на Ютубе как раз вот это вот и продемонстрировать. А то они говорят, то у нас там депрессия, как бороться, еще что-то, еще что-то. Я им говорю, вот, смотрите, вы просто-напросто пойте мою такую простую песенку. Вот я выхожу и начинаю петь такую песенку. Ветерок играет, солнышко искрится, тучка по небу медленно плывет. Как хорошо мне сейчас живется, и душа от счастья ликует и поет. И душа от счастья ликует и поет. То есть, внушать, внушать себе это. Душа поет, душа поет. Да, внушать себе это. А я сейчас предлагаю, прежде чем мы продолжим, послушать ваше произведение, которое называется «Блюз морского бриза». Вот интересно очень, что Геннадий Петрович стал создавать интересные музыкальные произведения. Пусть сначала он прозвучит, а потом мы вернемся и послушаем. Вы не против, что мы с этой композицией начнем? Нет, как вы считаете нужным, так и делайте. Слушаем, еще раз повторюсь, блюз морского бриза. Геннадий Петрович Малахов, автор и, собственно говоря, создатель этого произведения. Геннадий Петрович Малахов. Геннадий Петрович Малахов. Геннадий Петрович Малахов. Субтитры подогнал «Симон» Дорогие радиослушатели, сегодняшний гость легендарный – это Геннадий Петрович Малахов. Все мы его знаем как народного целителя, как человек, который у меня лично вызывает большое восхищение, потому что годы идут, а он, слава Богу, остаётся вот таким, как и был, собственно говоря, лучше верить себя. Дорогие радиослушатели, Геннадий Петрович, вот как возникло ещё, вот теперь другое, как возникло желание писать музыку? Она у вас, знаете, какая, вот моё восприятие, она хороший фон для того, чтобы заниматься спортом, она хороший фон для того, чтобы где-то иногда даже вот в кафе можно включить там, где-то перед сном послушать, где-то, может быть, даже в машине ехать и послушать ваше произведение. Как вы к этому пришли? Вот это просто поразительно. Виктор, вот знаете, так как я занимаюсь здоровым образом жизни, и я понял, что очень важно окружить себя, можно так сказать, благоприятной такой аурой, благоприятной обстановкой, благоприятными звуками, запахами, словами и так далее, и так далее, чтобы это тебя поддерживало. И вот это меня подвигло на то, чтобы как раз такую музыку составлять, я не хочу сказать, что я сочиняю, я просто составляю её на основе программы, вот такую музыку подбирать звуки, так их компонировать и составлять, чтобы они вот звучали, чтобы какое-то умиротворение было, какой-то энергетический подъём был, то есть чтобы эта музыка действовала оздоравливающе. И, знаете, она так и действует, потому что есть такие электронные произведения сегодня, к сожалению, которые слушаешь, и они прям по нервам, а у вас такое сочетание звуков, которое на самом деле где-то успокаивает, где-то оно заряжает какой-то такой светлой энергией, где-то оно заставляет о чём-то задуматься, где-то куда-то двигаться вперёд. То есть на самом деле я вас поздравляю с этим новым таким начинанием в своей жизни. Я думаю, что мы ещё не одно произведение потом услышим о вашем исполнении. Я называю произведение, потому что сегодня те, кто называют себя профессиональными композиторами и так далее, они делают гораздо, бывает, хуже, чем делаете вы. Я бы хотел попросить вас прочитать ещё какое-нибудь стихотворение нам. Какое-нибудь стихотворение. Ну вот смотрите, опять-таки, вот такие стихотворения, да, почему ещё стихотворение? Стихотворение позволяет работать нашему уму. Многие говорят, вот у меня наступает там слабоумие, тупоумие. Люди не пользуются своим главным инструментом – умом, и от этого у них возникает, естественно, от его неупотребления возникает его деградация. Поэтому я говорю, вы простенькие вещи сочиняйте, вот, а хотя бы там двухстишье. Вот такой простой двухстишье. Я и братишка едем в авто, мама рулит на красном авто. Вот хотя бы такое. А более, так сказать, сложное, ну, немножечко сложное и возвышающее – это вот, пусть вам мечтаются красивые идеи, пусть мысли исцеления окружат, пусть будут в сердце вашем устремлении, которые до Бога налетят, и пусть от них сгорает скверно, счастливей сложится судьба, пусть очищается пространство для лучшей жизни. Здесь и навсегда. То есть вот эти слова, мы, как бы сказать, вот в свое время там ученые пришли к выводу, что слова влияют на пространство, они влияют на здоровье, они влияют на многие вещи. Но вот никто особо, там, кроме, допустим, Сытина и других некоторых специалистов, не работает в этом отношении. Так вы сами хоть работайте, чтобы, опять-таки, окружить себя словами, окружить себя вот хорошими такими вот помыслами, и это уже будет действовать оздоравливающе, как на вас, так и в целом на планету. Вы знаете, вот я вас сейчас слушаю и полностью согласен, потому что вот даже вот в нескольких ваших строчках вот это очищение какое-то от сквера, на очищение чего-то плохого и призыв к доброте и к свету. Я предлагаю сейчас послушать очередное ваше произведение, которое называется, очень интересное название, потом хочу вас спросить, как вы придумываете название к своим композициям. Это произведение называется «Космические ходики», друзья. Итак, Геннадий Петрович Малахов «Космические ходики». Слушаем и наслаждаемся на лонах радиовоз. Геннадий Петрович Малахов «Космические ходики» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 того а чему она тебе хочет научить вот и тогда если ты смотришь на эту ситуацию с позицию а чему она тебе хочет научить для того чтобы ты стал лучше сильнее понятливее и относился к другим людям доброжелательно вот тогда начинаешь понимать а зачем нам жить в каком-то вот негативе вот когда кругом позитив притягивая этот позитив бери его как бы знаете вселенная нам говорит возьми сколько хочешь вот сколько хочешь возьми чего хочешь возьми а у нас настолько у мишка слабый и наши желания слабенький мы не можем взять того что она предлагает берем какие-то крохи и вот когда вот это до меня дошло все это тогда ты я так о да да это да это вот и вот я хочу вам рассказать стихотворение возможно вы тогда хотели услышать что есть стихотворение вот когда тебе его дают просто напросто ты его записываешь ты он не сочинил а тебе дали дали как будет как какой-то бонус за то что ты вот делаешь какие-то полезные дела прочитать послушаем давайте вот это вот стихотворение просто прошло и я его записал звучит она так я мера мироздания и глубина и ширина и воплощение знания я корень слов источник жизни и миру я формирую бытие свое ее вселенной си источники любви своей которой космос заполняю я так живу и процветаю и буду жить и процветать любую счастье воплощать заполню этим все миры где буду я где будешь ты ведь я и ты две меры этой красоты браво геннадий петрович браво вы знаете вот здесь все в корень все вот действительно опыт жизненный и и действительно все что вы говорите это истинно потому что мы должны жить и радоваться а не переваривать какие-то собственные вот эти вот негативные мысли которые нас пытаются захватить в плен а вы полностью разрушаете весь негатив и несете свет и добро и вы знаете я думаю вот не зря вы одно из своих произведений назвали пешая прогулка музыкальных я имею потому что прогулки пешком я думаю что вот вы потом расскажите насколько они полезны а сейчас мы послушаем если вы не против это произведение пешая прогулка геннадий петрович малахов а Субтитры сделал DimaTorzok 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 того, какую работу мы ему даем. Если мы сидим, то естественно, там, кишечник вял, мышцы, зачем нам мышцы нужны, когда они не работают? Они дряхлеют, аппетита особо нету, сон плохой становится, потому что мы сидим, лежим, и днем, и ночью, а должен быть конкретный образ жизни. И тогда получается, вот, что мы и хорошо спим, и мы. А еще же, наверное, мы вдыхаем воздух, который тоже обогащает и мозг, и так далее, наполняет наше тело необходимым, так сказать, количеством кислорода, да, когда мы двигаемся. Ну да, это же заработало сердце. Лучше у нас идет, самое важное, что во время ходьбы у нас идет лучший венозный отток, лучший лимфатический ток идет в организме, и у нас нету таких там застой, чтобы, то есть застой создает сразу же очаг для какого-то воспаления, для какого-то заболевания. А так у нас вот этого нету ничего. Просто из-за того, что мы регулярно ходим. Геннадий Петрович, я так счастлив, что вы согласились принять участие в нашей программе, потому что она действительно полезна. Дорогие друзья, вот надо прислушиваться к советам. Некоторые злые языки, когда-то там Геннадий Петрович в чем-то упрекали, дескать, какие-то рецепты кому-то не подходят. А ведь надо же думать головой, кому что подходит. А вот это вот, то, что он сегодня говорит, это нужно всем. И поэтому надо всем сегодня сказать себе, я буду гулять каждый день пешком, я буду слушать Геннадия Петровича на Ютьюбе, подписываться на его канал, Малахова, значит. И как важно принять решение и начать действовать. Не откладывать это на будущее. Здесь и сейчас принять решение и прислушаться к совету Геннадия Петровича. Я прямо сейчас с работы не на автобусе поеду, а пойду пешком, Геннадий Петрович. И я предлагаю послушать ваше исполнение, ваше, точнее, сочинение, как вы говорите, составление музыкальное, которое называется «Прими решение и действуй». Вот какой дает нам Геннадий Петрович посыл. Итак, слушаем это произведение на волнах радио ВОЗ. Геннадий Петрович Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Которая Которая Вас Обогащает Эмоциями canyon Дивление Двигаете И Вам Приятно И Хорошо То есть Радость Обязательно Должна быть Поэтому Я рекомендую Помимо ходьбы Регулярно Выполнять Мои Эти Эмоциональные Эмоциональную гимнастику, там где-то уроков 5 под мою вот эту музыку, я их сам показываю. Там ничему не надо особо учиться. Вы встали, включаете музыку и вот чувствуете, куда вас тело повело, какие вы хотите делать движения. И вы следуете этому. И уже примерно, сколько там, ну, все это длится где-то там минут, пускай там 5, 5 минуточек позанимались, вы обогатились вот эмоциональным зарядом. Вот мне хочется вам еще такое стихотворение рассказать, я давно его не читал. Прочитать? Конечно, конечно же. Любить, желать, мечтать, страдать и не напрасно в мире жить, так хочется всего вкусить. Мечты приводят нас к страданиям, желания ж туда ведут, проходит жизнь вся в ожиданиях, напрасно лишь года текут. И лишь любовь нас согревает, и душу нашу развивает, обогащает жизнь и быт, так книга мудрая гласит. Браво, Геннадий Песлович! Вот я не знаю, как вам это приходит, но это в самую точку, потому что, знаете, вот можно прочитать стихотворение, и до этого настроение было не очень, а прочитал, и еще и больше испортилось. И эти стихи вредны. Вот многие авторы, которые пишут книжки, да, они не задумываются над тем, что вы свои плохие эмоции передаете людям. А Геннадий Петрович Малахов, он всю свою жизнь передает людям только позитивные, правильные эмоции. За это вам низкий поклон и большое уважение, Геннадий Петрович. Вот слушаешь и понимаешь, как надо жить, потому что ну, вы не женщина, я могу сказать, сколько вам лет? 70 лет! 70 лет! Человек в 70 лет, дай бог вам здоровья, как говорится, за пояс заткнет, даст фору любому, там, я не знаю, 30-летнему. Сейчас они прилипли к компьютерам, прилипли к этим телефонам и не расстаются. Проснулся, лежит, полежал, пошел, поел, посидел за компьютером и опять лег. Днем поспал, ночью бодросто. Ну, что это за жизнь такая? А тут смотришь на вас и понимаешь, вот с чего надо, вот с кого надо брать примеры, вот как надо жить. Вот. И я хочу сейчас предложить еще послушать интересное такое произведение с интересным названием «Таинственные сумерки». «Таинственные сумерки». Вот интересное такое произведение, потому что на самом деле и сумеречное время, оно тоже вот такое, знаете, когда приходит вечер, наступает, и Геннадий Петрович все это созерцает у себя, наблюдает и выдает вот в виде таких композиций. Слушаем и подписываемся на канал Геннадия Петровича Малахова. «Таинственные сумерки» «Таинственные сумерки» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы живёте в таком замечательном доме, который себе создали, построили Очень важно, когда человек к какому-то возрасту приобретает мудрость не только для себя А который рассказывает другим и щедро делится своим приобретённым опытом Вот вы создали тот мир такого себя, который куда бы ни пришёл, я уверен, он везде создаёт настроение радости и праздника Поэтому я прошу вас ещё, если можно, прочесть нам стихотворение Ну вот одно из таких стихотворений простое Совсем недавно был в музее, смотрел картины мастеров Из зала в зал переходя, я замер, вдруг её увидел Картины меркнут перед нею Сама прекрасный экспонат И я балдею от музея и сам не знаю, чему рад То ли музею, то ли того, как увидел экспонат Да-да-да, бывают такие, видите, какой вы наблюдательный Пошли в музей, а заметили какую-то прекрасную незнакомку Да-да-да, экспонат такой А вы знаете, вот вы говорите, простое стихотворение Я замечаю, что и музыка простая, и произведения простые Всё гениальное же просто на самом деле Так же, как вот и сложна, и проста наша природа Вы согласны, что человек очень сложный организм И в то же время, по сути, очень простой Который сам, если к нему бы прислушивались бы мы сами Прислушивались к умным людям То он бы как часы работал гораздо дольше, правильно? При правильном уходе Как любой автомобиль, как любое какое-то оборудование Да, если за ним следить и прислушиваться То есть давать ему то, что надо Он же будет служить долго и, как сказать Долго и приносить радость бытия Согласен Ещё вот могу такое маленькое стихотворение Как раз на вот эту тему Живи открыто, честно, смело И жизни радость постигай А если будут в ней ошибки Их осознай и исправляй То есть вот когда мы исправляем свои ошибки Да, мы входим в эту жизнь Сделаем ошибки То есть вот пятое-десятое Но всё это, когда мы осознаём, исправляем У нас получается хорошая Такая насыщенная жизнь Где можно жить, радоваться А не просто там грустить Мне кажется, вы из тех людей, из немногих Которые полностью себя вот в жизни реализовали И продолжаете это делать И не останавливаетесь Вот как комета запущенная, да, летит И освещает путь на небе, да, и показывает другим Как надо правильно жить Вот я предлагаю теперь послушать Вы человек, который идёт по жизни с радостью С гордо поднятой головой И улыбается И поэтому послушаем в вашем исполнении Произведение следующее, которое называется Улыбка Фокстрота Улыбка Фокстрота Геннадий Петрович Малахов На волнах радио ВОЗ Геннадий Петрович Малахов Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие радиослушатели, вот быстро все хорошее проходит, заканчивается, но у нас еще есть несколько минут, чтобы Геннадий Петрович дал нам. Во-первых, я хочу услышать еще одно хорошее, какое-нибудь простое, как он говорит, стихотворение, хотя они не простые, они все взяты не откуда-то, как говорится, взяты из других миров, они взяты из жизни, они пришли к нему из Вселенной. И он их вот не таланты свои в землю не закапывает, а он их записывает и делится с нами. Геннадий Петрович, сначала стихотворение, а потом совет от вас, как нам правильно всем жить, чтобы... Ну, я потом задам вопрос, сначала стихотворение, пожалуйста. Я окна настишь открываю и словно стаю белых птиц свои желания выпускаю в тот мир, где солнце и луна свои лучи соединили, где облака, как паруса, и где хранится образ милый. И пусть судьба мне скажет да, пусть словно юность возвратится в мои года к моим друзьям, и ту любовь, что только снится, пусть рядом будет мать с отцом, а Битлз играет yesterday, и я встречаюсь с любовью, с любовью юности своей, пусть будет все как в первый раз. Твой жест, твой взгляд, твоя улыбка, любви безбрежный океан. Увы, мне это только снится, и стая белых дивных птиц моих желаний и эмоций случайными утра за ним не возвращается в оконце. Браво, Геннадий Петрович, вы о том не слышали, но я аплодирую. Я аплодирую, как все слушатели, которые вас слышат. Вот это вот просто, я не знаю, такой посыл, такая красота, вот честно, особенно кто вас знает, кто вас любит, для нас это такое праздничное общение с вами. Теперь вот такой вот вопрос я хочу задать. Вы знаете, часто вот эти вот наши провинциальные города, да хоть где сейчас, в Москве бездельников полно, везде-везде, все мы одинаковые, где бы мы ни жили. Главное, как человек живет. Вот вы даже стихи читаете с таким посылом, с таким чувством, с такой энергией, что просто равнодушным никто не остается. Так вот, вопрос такой, значит, вот многие молодые люди, среднего возраста, негде работать на мой. Потому что я бы пошел работать, но не за там 25-30 тысяч, а пошел бы я работать, скажем, куда-нибудь бы там тысяч за 100. А так как у меня вот жена работает, я лучше пивка полежу, выпью или на рыбалку схожу, выпью, что-нибудь там, не знаю, что. И женщины наши тянут эту лямку, а мужики многие вот все... А потом еще же оправдывается чем? Что экономический кризис, политический кризис, то какие-то вирусы, то еще какая-то... А это же все уже было, Геннадий Ильич, я же прав, что это было и будет, наверное, да? А как же вот нам всем жить так, чтобы жить сегодня, здесь и сейчас, чтобы мы вот все-таки встали с этого дивана, чтобы мы пошли работать, чтобы мы принесли радость своим близким? Как надо жить вот так вот, вот как вы? Что надо делать, чтобы жить как вы и чтобы вообще людям жить нормально? Ну вот небольшое такое стихотворение, потом я это продолжу. Не бойся жизни, истина одна, иди смелей, влюбляйся без оглядки, не предавай мечту, расти детей и не мешай творцу творить. Вот так вот. То есть очень важно, знаете, я просто вспоминаю себя, я был спортсменом-профессионалом, потом, когда все это закончилось, семья там действительно надо было кормить и так, и сяк. И тут у меня, как бы сказать, вот начался вот такой вот период, надо было и себя, значит, здоровье возвращать, и как-то эта тема меня захватила. И вот здесь очень важно, если у вас есть какая-то мечта, вот эту мечту не предавать, а вот поверить в свою мечту, поверить в то, что вы сможете. И тогда у вас, знаете, вроде бы, смотрите, я вот хочу вам так кратко сказать, мои книги, когда я вначале там написал, они особо профессионалам не были нужны, никто ничего не говорил. А простые люди как-то все это дело взяли и начали применять, и потом пошло, 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 пошло. То есть вот, когда вы верите в себя, верите в то, что это полезная вещь, то вот вокруг вас действительно поменяется мир, и вам дадут и те средства, чтобы вы там могли рисковать себя, и материальные благи, и жизнь будет интересная. Вот у меня вот такое как раз случилось. Поэтому не зацикливайтесь на том, что там денег нет и что вот это. Вы делайте вот свое дело. Попутно, попутно, пока, допустим, действительно там средств нет, вы работаете на какой-то нелюбимой работе, но она вам позволяет иметь время свободное, во время которого вы саморазвиваетесь. И когда вы достигнете определенного этапа саморазвития, самореализации, уже тогда пойдут какие-то материальные блага и прочее, прочее, прочее. А так, ну, не идти, конечно, на поводу и, грубо говоря, быть активными в стране. Это очень важно, чтобы у нас была активность, которая бы позволяла влиять на, там, даже законы, которые принимаются в стране, чтобы это все было как-то, знаете, нормально для человека, а не просто там подавлялось. То есть человек должен быть неравнодушным ни к чему, как вы, потому что вы любите жизнь во всех ее проявлениях и выбираете всегда лучшее. Я очень благодарен за то, что вы сегодня с нами. И я хочу пожелать вам оставаться самим собой, вот таким, как вы и сегодня в этом эфире, заряжать всех нас еще долгие годы своим необыкновенным, интеллектуальным, радостным и в то же время мудрым посылом. В вашей простоте есть любовь, искренность к людям. Это самое главное. Низкий вам поклон, вот, и доброго здоровьица, как вы говорите. Спасибо за то, что вы сегодня стали гостем программы «Звездная гостиная». Позвольте мне вот прощаться с вами и с аудиторией стихотворением, которое, я думаю, вот как раз подходит для окончания. Давайте, конечно. В доме уютно и светло, лучик солнце бьет в окно, тишина и благодать, хорошо здесь проживать. Речка рядом с соловьей, слышится кукушка, и жена мне говорит о любви на ушко. Доброго вам здоровьица! Браво, Геннадий Петрович, и до новых встреч! А в конце нашей программы, в завершении, мы послушаем очередное ваше произведение, которое называется «Фантасмагория», потому что вы еще и большой фантазер. Спасибо, до свидания, до новых встреч! Спасибо, до свидания! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Все, Геннадий Петрович, записали. Спасибо огромное. Вы на самом деле внесли много-много хорошего сегодня. Спасибо. Хорошо. Как только эфир появится, это не очень быстро. Я обязательно вам поделюсь, зальете на свой канал. Всего доброго. И для вас стихотворение, лично для вас, это самое. Хорошо. Интересно такое. Возможно, это был конец, который стал всему началом. Я ногу ставлю на ступень и начинаю все сначала. Доброго вам здоровьица. Спасибо, Геннадий Петрович. Спасибо. Будем на связи, дорогой мой. Всего доброго. Будьте здоровы. Всего доброго. Здоровья. Ну вот закончился скайп с радиостанцией Всероссийского общества слепых. Люди, есть люди, они хотят жить. Они хотят жить хорошо. И интересно такое, знаете, как бы сказать, не важно, что какие-то блага вокруг или еще что-то. Важно создать вокруг себя вот это вот хорошее настроение. Это от вас зависит. Хорошее окружение, пусть оно будет небогатое, но оно от вас зависит. Вот эту вот ауру вот такой вот благодати, доброты, любви. И тогда мы воспринимаем жизнь совершенно по-другому. Доброго вам здоровьица и до новых встреч.